Я жила в общежитии, зашли в гости. Увидел хорошую девушку. До сих пор я эти письма храню, детям показывали. Все село практически побывало на свадьбе. И царила любовь. 8 июля в нашей стране отмечался День Семьи, Любви и Верности. Сегодня мы встретились с Павлом и Галиной Поповцевыми, чтобы узнать секрет их семейного счастья. Здравствуйте, Галина и Павел. Расскажите, пожалуйста, историю вашего знакомства. Наша история знакомства началась с 1994 года в городе Волгоград на Мамаем Кургане. Я в тот период училась в ГИФК, такой был институт Волгоградский государственный институт физической культуры. То есть я спортсменка. Ну и приехал молодой парень, курсант с Тюмени. Так судьба сложилась, что вместе с моим мужем, как говорится, будущим, который служил со-служивец Красноярска, а я училась с девочкой. То есть они были одноклассники. Я жила в общежитии, зашли в гости, и вот мы там познакомились так. А Павел, а какие у вас были впечатления, когда вы впервые увидели свою будущую супругу? Увидел хорошую девушку, все, и понял, что это, как бы, моя вторая, вот, моей второй половины. Стал добиваться, вот, стал, ну, назначать свидание и так далее. И потом переписывались письмами. За что я его полюбила? За его стихи. То есть до сих пор я эти письма храню, детям показывали. То есть он в каждом письме писал какие-то стихи, которые сочинял сам. Сколько лет вы уже в браке? 26 лет. Он, когда закончил, ему, им давали отпуска месяц, и он приехал к моим родителям просить моей руки свататься. Родителям очень ему понравилось, особенно папе, Царство Небесное. И мама сказала, говорит, вы оба с Урала, а нашли свою судьбу в Волгограде. Это, говорит, ваши звезды сошлись. А расскажите, пожалуйста, про вашу свадьбу. Как она проходила, как вы ее отмечали? Павел у нас села, есть такое на Урале, село Ялань. Вот, и свадьбу мы сыграли у него дома в селе. Очень весело, задорно, очень много у него друзей. У нас много друзей туда приехало. Все были молодые, влюбленные, и свадьбой играли три дня. Все село практически побывало на свадьбе. У нас две дочери красавицы, сейчас растут, живут, правда, уже взрослые. Одна у нас закончила Санкт-Петербургский университет, Лесгов такой. Она мастер спорта по художественной гимнастике, спортсменке. И младшая Милена закончила 10 классов, она КМС, тоже по художественной гимнастике. То есть у нас семья спортивная, папа у нас биатлонист, я акробатка. И мы в этом направлении всю жизнь идем. Может быть, вы дадите какие-то советы будущему подрастающему поколению, как пронести любовь через года, сохранить все чувства, уважение? Идти рука об руку, то есть я, например, своего мужа стараюсь понять, если какие-то у него проблемы, стараюсь где-то советом посоветовать. Он меня также советом объяснит, посоветует, что, как. Ну и так вот с годами я, в основном, как жена, я в своем доме стараюсь поддерживать уют, быт, чтобы в доме было тепло, добро и царила любовь. Люблю, ценю, что у меня есть такая супруга, ну, как говорится, настоящий друг.